Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю к вашему вниманию комплекс разнонаправленных и однонаправленных движений руками. Он более координационный, требует повышенной внимательности, осознанности. Но в то же самое время он интересный, веселый, взбадривающий, отчасти разрушающий, потому что упражнение из танца Шивы мы будем двигать одной рукой, двумя руками, руками и ногами, и разнонаправленное движение руками. Следуйте инструкциям по выполняемому упражнению, старайтесь не напрягаться внутри, это очень важный момент. Даже если у вас что-то не получается, вы будете сбиваться, важно повторять. Повторять, повторять, делать, 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 и пытаться на каком-то этапе не контролировать одну руку, а контролировать уже все-все-все тело целиком. То есть немножко постараться расширить свое восприятие, для того, чтобы вы могли делать разнонаправленные движения, либо координировать движения ног и рук. Будем двигаться постепенно, осваивать все поэтапно, по ступенечкам, по ступенечкам, по ступенечкам. Комплекс либо упражнения выполняется в положении стоя, вы найдите свободное пространство вокруг вас. Максимум, что вам нужно, это еще вытянутые руки в стороны, вверх. Сейчас в данном случае находитесь устойчиво на ногах, чтобы вы чувствовали устойчивость. Мы будем немножко подсаживаться вниз, подниматься вверх. Плечики развернуты, макушка потянута вверх. Руки. Как у нас двигаются руки? Делаем движение одной рукой, чтобы вы сейчас запомнили. Одна рука остается внизу, можно опустить ее на область бедра. Вторая рука в сторону. Все наши движения рукой осуществляются таким образом, что ладошка смотрит вверх. Все время ладошка смотрит вверх. Вы представляете, что вы положите на ладошку что-то, и это что-то не должно у вас упасть. То есть вы ладонь стараетесь ни вперед, ни вниз, ни назад, ни проворачивать. Все время ладонь смотрит вверх. И у нас есть четыре положения, которые связываются между собой в движении. Вот это называется положение 1. Просто запомните, положение 1 на уровне плеча. Ладошка развернута вверх, рука согнута в локти, в кисти, возле корпуса. Положение 2. Опускаем ладошку вниз к области пупка, области живота, локоток в сторону, пальцы развернуты внутрь. Положение 3. Проворачиваете кисти назад и в сторону. Корпус оставляем ровно. В положении 4 выводим руку вперед перед собой, вот этой внутренней части. И далее сгибаем руку просто в локте, локоть вводим в сторону. Ладошка выходит над макушку, это положение 4 над макушкой. И с положения 4 возвращаемся в положение 1. Такой разворот и опустили. И вот мы прошли весь круг, 4 положения. 1, 2, 3, 4, 1. Повторяйте столько, сколько вам необходимо для того, чтобы вы четко запомнили траекторию движения руки. Когда вы четко запомните последовательность в одну сторону, раскрутитесь в обратную сторону. Пройдите по счету 4, 3, 2, 1. Из 1 мы идем в 4, из 4 мы идем в 3, рука в сторону. Из 3 мы идем в 2, из 2 мы идем в 1. 1, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Когда вы четко пройдете в одну и в обратную сторону, вы от фиксации постарайтесь перейти к плавным движениям, чтобы вы все движения уже ввели в такой в одной линии, без остановок. А уже практикуете такое постоянное движение, которое проходит через все эти точки. Постоянное движение, которое проходит через все эти точки. В одну сторону и в другую сторону. Вы видите, что рука прорисовывает рисунок восьмерки. Выполнили на одну сторону, то же самое все повторите на другую сторону. То есть второй рукой, чтобы вы прошли все, закрепили все то же самое на левую сторону. 1, 2, 3, 4 вы сделали. И то же самое в обратную сторону сделали. 4, 3, 2, 1. И от фиксации, чтобы вы перешли несколько кругов, сделали в движении. От фиксации несколько кругов сделали в движении в одну сторону и движение у вас в другую сторону. Когда вы сделаете одной рукой, второй рукой, следующий этап делать двумя руками одномоментно. Вы начинаете из положения 1. Руки в стороны, ладошки смотрят вверх. Стопы устойчивого положения. 2, опускаете ладошки вниз. 3, в стороны. 4, руки встречаются внутренней стороной и локтями в стороны. И из 4 в 1. 2, 3, 4, 1. Чуть присели. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. И то же самое, раскрутились в обратную сторону. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Цифры помогают вам придерживаться этой последовательности, чтобы вы не сбивались. Когда вы сделали статично, делайте плавно в движении, чтобы вы прошли всю траекторию, прочувствовали весь рисунок движений, но уже без фиксации в точках, а проходите каждую точку в движении. Чувствуете, как двигаются суставы здесь. Пройдя в одну сторону, раскрутитесь в обратную сторону. Когда вы хорошо закрепили последовательность на руках, переходим на ноги и запоминаем траекторию движений на ногах. Руки пусть будут у вас на области поясницы. На ногах все очень просто, вы быстро запомните. Когда стопы стоят вместе, рядышком друг с другом, это положение 1. 1. Далее, одна нога все время в опоре, вторая движется, и затем ноги меняют места друг к другу. Правая движется у нас, левая опора. 2. Правый носочек вперед, левая нога в колене согнута. 3. Мы вернулись к центру и правой ногой ушли в сторону. Это положение 3. 4. Мы вернулись к центру и ушли правой ногой назад. 1. Подшагнули. Поменяли ноги. Левая. 2. 3. 4. 1. Поменяли. 2. 3. 4. 1. Поменяли. 2. 3. 4. 1. 1. Когда вы прошли, запомнили последовательно, несложное здесь, да? Вы делайте в обратном порядке. Обязательно для закрепления нужно раскрутиться в обратную сторону. 4. 3. 2. 1. Это нужно для того, чтобы вы хорошо ориентировались. 4. Где 4? Где 3? Где 2? И где 1? 4. 3. 2. 1. 4. 3. 2. 1. Когда вы запомнили траектору движения ног, цифры в одну-другую сторону, следующий этап освоения, мы координируем движение ног и рук одномоментно. Старайтесь не разделять на две части, а осознать, что это единое целое. Чтобы вы своим вниманием охватывали как руки, так и ноги. И старайтесь перейти не к отдельности, что вы вначале двигаете ногами, а затем к руками. А вы двигаете одномоментно и ногами, и руками, как единым целым. Положение 1. Руки. Положение 1. Ноги. 1-1. Далее. Положение 2. Правое движение, левая опора. 2. 3. Вернулись в стороны. 4. Вернулись назад. 1. Подшагнули. Поменяли ноги. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. Когда хорошо засвоили и запомнили движение, вы можете немножко ускоряться. Это придаст вам реактивности и внимательности. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 1. И обязательно мы раскручиваемся, делаем 4, 3, 2, 1 в обратном порядке. 4, 3, 2, 1 в обратном порядке. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Когда закончите, постарайтесь снять напряжение с ног рук, можно чуть-чуть даже струсить руками, струсить ногами, успокоиться, сделать несколько спокойных вдохов, выдохов. Не волноваться, если у вас что-то не получается на начальном этапе, помните, что все осваивается плавно, постепенно и не спеша. Если вы сбиваетесь, когда вы двигаетесь ногами и руками, вы можете поэтапно сначала ногу, затем руку, затем ногу, затем руку. Затем все-таки старайтесь охватить и прийти к единому целому, к не разделению тела на части, а к охвату тела целым-единым. То есть это повышает практика внимательность, повышает координацию, повышает реакцию, движение левой рукой, движение правой рукой. Все мы знаем, что они синхронизируют полушария головного мозга и приводят к тому, что мы активизируем правой рукой левого полушария, левую рукой активизируем правую полушария. И таким образом мы воздействуем не просто на физическую составляющую, но и на кору нашего головного мозга. Помним, что нам нужно для хорошей, успешной, благополучной жизни. Нам нужны связи. Какие нам связи нужны? Конечно же, новые нейронные связи. Поэтому помните об этом, практикуйте новизну, не бойтесь, если у вас что-то не получается, помните о постоянстве и регулярности при выполнении упражнений. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи при выполнении данного комплекса. Всем до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok